Костры не разводить, сухую траву не выжигать. В Приморье действует особый противопожарный режим. Губернатор Приморского края проверил готовность муниципалитетов к тушению природных пожаров. Олег Кожемяка провел совещание с главами районов в режиме видеоконференции. В субботу 10 апреля губернатор Приморского края Олег Кожемяка провел селекторное совещание с главами муниципалитетов и профильных ведомств по вопросу готовности сил и средств к быстрому реагированию на возникающие природные пожары. У нас продолжается особый пожароопасный период, и для нас задача остается прежняя – не допускать распространения пожара, ликвидировать пожары в первые сутки. Поэтому там, где они не ликвидированы, локализованы, то есть где занимается карауливанием, группа должна выдвигаться в ранние утренние часы. Сейчас отрабатываем все эти механизмы с главами муниципальных образований, но уже где-то начинается слаженная работа. Главы сами увидели, есть некоторые моменты недоработки, когда, может быть, и группы не всем обеспечены необходимым инвентарем при выдвижении на пожары, где-то, может быть, техника не соответствует. Поэтому я думаю, что в течение недели и до, скажем там, майских праздников мы будем проводить такую работу. Она войдет в свой привычный режим, когда работает оперативный штаб в круглосуточном режиме. По данным, полученным со спутника, в выходные дни в Приморье выявлено 33 термоточки в Михайловском, Надеждинском, Партизанском, Спасском, Хасанском районах. Главы этих территорий доложили губернатору об оперативной обстановке и готовности реагировать на возгорание. По итогам докладов Олег Кожемяка отметил, что важно принимать меры в течение первых нескольких часов после того, как поступил сигнал. У нас должна быть база данных накоплена о том, что на данном пожаре находились люди. И доказательно, и для людей эта система контроля, она все-таки обязывает их вовремя пребывать, отчитываться. Это нормальный порядок, который должен быть. И мы с вами уже немножко в другом веке живем. Когда все эти вещи, связанные с цифровизацией, они доступны, они позволяют просто улучшать качество обслуживания и пожаров, и иных направлений. Олег Кожемяка поручил усилить контроль за пожарной обстановкой, создать муниципальные пожарные группы, готовые к переброске в другие районы, по потребности разбивать пожарные лагеря. При необходимости главы лично выезжают и координируют действия пожарных. Пока не выработаем понятные алгоритмы, а нам нужно продержаться там 20 дней до зеленой травы, у нас не будет порядка. Мы так и будем, значит, на авось работать. Это недопустимо. Недопустимо, потому что случаи, когда вслед за лесными пожарами, за пожарами, которые там в падях, в болотах, как вы говорите, пожар приходит в населенный пункт, и потом начинается уже несчастье для всех. В первую очередь для пострадавших людей, кто потерял имущество, а иногда это и жертвы, для глав муниципальных образований, которые вынуждены заниматься собственной защитой в части доказательств о своей действии или бездействии, потому что возбуждаются уголовные дела. Это же вопрос непростой. Губернатор напомнил, что в период действий особого противопожарного периода за нарушение режима предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 4 до 500 тысяч рублей.